Ко мне, как феминистке, которая делает, собственно, про это видео, очень часто приходят в комментарии люди, зачастую мужчины, которые доказывают мне, что в России уже давным-давно сложился матриархат. Угу. Ну, логично. А что, есть какие-то проблемы? Есть какие-то проблемы с матриархатом? Разве не сложился матриархат у нас в России? Вот. И вот я решила сделать такое видео, где я по пунктам, раз и навсегда объясню, почему на самом деле это не так. Надо сказать, что мне достаточно сложно отвечать на этот тезис, потому что я вообще не понимаю, откуда у него ноги растут, и как можно действительно на полном серьёзе считать, что в России матриархат, хотя у нас, ну, на минуточку, так вот просто с вершины сознания декриминализовано домашнее насилие. Это как раз ещё один пунктик в адрес, соответственно, мужчин. Кто чаще всего, по мнению женщин, совершает домашнее насилие? Мужчины. Это мужское преступление. И женщины хотят выделить отдельную страту, блядь, в законе, чтобы мужское преступление наказывалось жёстче, чем, ну, просто насилие. Как бы, соответственно. Так проблема-то в том и заключается, что вы, нахуй, сражаетесь за наличие тех законов, за наличие, блядь, тех законов, которые, соответственно, ну, как бы, опять вносят дисбаланс в соотношение, там, мужского и женского, нахуй. Опять же, да, то есть есть мужские преступления, так скажем, и женщины борются за то, чтобы за эти мужские преступления наказания были ещё больше, ещё больше, ещё больше. Потому что они женщины, потому что им похуй, да, потому что, ну, в среднем женщина домашним насилием не занимается. Да и, скорее всего, правоприменительная практика будет такая, что если женщина придёт, её там мужик мизинцем тронул, всё, блядь, на зону пошёл, блядь, хуй сосать. А если, соответственно, женщина с ковородкой мужика отпиздила, все такие, а, ну, это нормально, ну чё, блядь, он чё, не мужик, что ли, блядь, терпи, блядь. То есть тут ещё и так, скорее всего, будет параллельно, то есть опять ебучие, тупые, блядь, обоссанные, всратые феминистки сражаются за свои права против прав мужчин, хотят вести ещё один ебанутый закон против мужчин, соответственно. Им не хватает тех законов, которые есть, потому что, ну, насилие-то вообще-то у нас не особо разрешено в стране, я напоминаю. У нас есть законы, которые, собственно, запрещают насилие. Нет, нужна специальная страта по насилию, вот, специальная стратка, которая ещё больше защищает женщин и ещё больше вгоняет мужиков в говно, блядь, втаптывает. Вот это, вот это да, вот это вот, блядь, сильно, блядь, сильно. Она вообще знает, что у нас в стране вообще нельзя людей пиздить, как бы, она, она в курсе, блядь, этого, она знает. Просто надо, наверное, повестить человека, что у нас в стране пиздить людей нельзя, соответственно. Ни дома, ни на улице, ни где-либо ещё. Да, это не очень большой штраф, если ты там не нанесёшь каких-то серьёзных повреждений, очевидно. Ну, это справедливо относительно. Это относительно справедливо в том плане, что, ну, как бы, ну, а что можно ещё сделать? А тут они хотят ещё более строгие статьи вести именно, видите, за насилие в адрес женщин дома. Чем это не матриархат, вообще-то? Попытка, это попытка ещё жёстче сделать законы против мужчин. Охуенно. Для меня это полнейшая загадка, тем не менее... Потому что ты тупая, блядь, тупая, жирная, вонючая, блядь, сука, нахуй. Вот почему для тебя это загадка. Вот и всё, блядь, ты просто не можешь поставить себя, блядь, на место мужчины. Я прошерстила интернет, чтобы попытаться как-то понять аргументы, да, людей, которые всё-таки считают, что у нас в России матриархат. И я их сейчас вам перечислю, и потом мы с вами их вот по пунктам так разберём. Итак, почему всё-таки в России... В интернете это же, да, самых умных людей. Самых умных людей собрала, по-любому. Собрала самых, блядь, умных людей, вот. Которые только могут, собственно, быть, это, конечно, интеллектуалов. Си у нас матриархат. Во-первых, детей оставляют с матерями после развода. Во-вторых, женщины управляют семьей. Вообще весь семейный кодекс, вообще, в принципе, весь семейный кодекс, это просто кодекс для женщин, блядь. Почему женщины хотят замуж, а мужчины не хотят, блядь, жениться? Почему, блядь? Потому что семейный кодекс, это хуйня, существующая исключительно для женщин. У женщин есть просто свой кодекс отдельный. Давайте начнём с этого. Давайте начнём, по крайней мере, ещё с того, что, ну, когда речь касается уголовки, к женщинам всё вообще мягче значительно, да? То есть, если ты изнасиловал женщину, то бы и пизда, короче, если всё станет известно и понятно. Если женщина изнасиловала тебя, ну, правоприменительные практики здесь сработают, скорее всего, не в твою сторону. Как бы, лол, кек, блядь, я бы и сам хотел, чтобы меня такая женщина изнасиловала, скажешь, какой-нибудь полицейский, и всё, до свидания. И с тобой, скорее всего, разбираться не будут. Вот. Ну, то есть, тут, как бы, опять же, тотальная несправедливость, тотальный дисбаланс. Женщинам прощается слишком дохуя. Есть смягчающие фишки также у женщин, мол, типа, если она родила ребёнка и в какой-то там, в ближайшие первые месяцы его нахуй убила, ну, это будет по очень мягкой стратке расценено вообще-то. Напоминаю. Напоминаю, это будет оценено очень мягко. Вот. Как-то так. Они распоряжаются семейным бюджетом, и зачастую он находится у них в руках. Они решают, как, куда и на что потратить деньги, в отпуск, куда поехать. Ну, это вообще как бы похуй. На это похуй. Женщины юридические, пизжи мужчин, и с точки зрения законов, которые есть, больше законов, которые поддерживают права женщин. Их просто фактически больше. А то, что женщины хотят ещё, блядь, больше законов, это уже их нахуй проблемы. Это уже тупые феминистки, которые видят, ну, не видят неравенства, которые хотят, чтобы у них всё было охуенно за счёт мужиков, как бы, понимаете? Это совсем просто всратые, блядь, избалованные идиотки, блядь, у которых, блядь, психологические заболевания, чтобы по большей части, кстати, ну... У большинства феминистов психологические заболевания, по-моему, очевидно, блядь. Я не хуй, я, кстати, не МГшник. Короче. Полный, блядь, пиздец. Куда ещё-то больше, куда ещё больше законов. Ну, да, плюс некоторые культурные обстоятельства, которые, собственно, жены управляют семьями. Но это уже не законодательная хуйня. Это не законодательная хуйня, то, что жены управляют семьями. Это чисто вот такая вот бытовая тема. Ну, тут можно как-то это организовать при определённом желании, при определённом стремлении, да, при определённой постановке, собственно, самого себя в этой данной семье. Ты можешь начать управлять бюджетом, тратить деньги куда хочешь, решать, ехать в отпуск, блядь, или не ехать. Но это зависит исключительно от того, как ты составил отношения с другим человеком. То, что, ну, с другой стороны, у нас для мужчин очень уязвимая структура построения, блядь, отношений. Это тоже важно помнить. Вот. И так далее. Третье. В России много женщин представлены в органах власти, то есть женщины есть государство. Далее. Женщины не служат в армии. Там не сказано, что женщины есть государство. Там сказано, что женщины представлены в органах власти, вообще-то. Ну, вот это ты уже добавил от себя, наверное, или откуда, я не знаю. Короче, пошла какая-то фэнтези у неё. А у мужчин есть обязательная служба. И также жизнь российских женщин настолько лучше, что они по статистике позже умирают, а ещё раньше выходят на пенсию. И ещё они делают меньше самоубийств. Вот. Я предлагаю начать обсуждать все вот эти вот аргументы именно с тезиса о государстве, потому что, если мы поймём достаточно простую механику того, как государство влияет на общественную жизнь, мне кажется, что все какие-то аргументы в пользу того, что в России матриархат отпадут сами собой. А, то есть мы не будем, да, там, всё-таки всякие кодексы разбирать? Понятно, понятно, понятно. Ну, бывает, что могу сказать. Бывает, хорошо. Так, государство у нас женское. Мужчины занимают лишь небольшую долю управляющих должностей. Так, на государственных должностях... Вообще похуй, кто там... А, сейчас феминистка, наверное, скажет, что мужчины зато занимают самые высшие должности среди депутатов там, или что-то такое. Вообще-вообще похуй, как бы. Я вообще этот аргумент бы не озвучивал, кстати, мне он не нравится. Ну, ладно. В должностях гражданской службы мужчин всего 28%. При этом в судебной власти и в прокуратуре мужчин всего 20%. Что, мужчины заполонили все органы власти? Меньше 30% это заполонили, называется? Феминистки нам лапшу на уши вешают, дезинформируют общественность. При подготовке к этому видео я посмотрела опять огромное просто количество интервью всяких альфа-самцов, точнее, наоборот, наверное, каких-то сигма-самцов, которые затюканы женщинами. И прочитала... Блядь, сигма не затюканная, идиотка ты, блядь. Огромное количество подобных статей, поэтому, да, я надеюсь, что вы меня к минимуму пожалеете. Я заметила такую закономерность, что чем сильнее я страдаю в процессе подготовки к видео, тем больше вы мне донатите и поддерживаете меня. Поэтому здесь опрос, надеюсь, на шквал просто какой-то вашей обезумевшей поддержки, потому что настрадала себе, конечно же, знатно. Я страдаю за деньги? Ну, я среднестатистический житель в России, получается, все сходится. Смотрите, государство определяет то, как живет общество. Ну, например, государство творит законы и следит за их исполнением. Если же общество не исполняет какие-то законы, государство это общество, ну, в лице определенных индивидов наказывает. Вот, то есть у государства есть власть, но государство это не абстрактная какая-то материя, это вполне себе конкретные люди. В данном случае это мужчины и женщины. В большинстве стран в мире, если не во всех вообще, ну, и в нашей стране в том числе, мужчин и женщин в правительстве, в государстве, да, абстрактно скажем, неравное количество. И мы посмотрим на конкретные цифры и на конкретные примеры чуть позже, а пока что я хочу остановиться на том, почему это имеет значение. Мне вообще, знаешь, я настолько себя сейчас чувствую какой-то вот мощной, настолько я чувствую себя сильной. Мне, я вот, это... Потому что ты идиотка, которую хуйню несет, конечно. Ну, типа, ты про прошитая, блядь, какой-то ебанистикой феминистической, очевидно. Ну, ты поэтому не можешь аргументы анализировать. У тебя вместо головы, блядь, методичка феминистическая. Конечно же, ты чувствуешь себя охуенной, потому что ты в кругу своих проституток-феминисток, и вы, соответственно, вместе несете хуйню ебанутую, которая никак не соотносится с реальностью. Ну, конечно, как бы, как не чувствуешь здесь уверенно? Еще и поддержка деньгами тебя осуществляется от таких же тупых, бездарных и уебских феминисток, как ты, блядь. Конечно, ну, база же, ну, база же, собственно. Делаю, ну, надела галстук и котлы, и мне сейчас хочется уже, знаешь, вот так просто ноги расставить в автобусе и всех ущемить, и сказать, как они девчонки, что, чтобы она побольше улыбалась, потому что ей это идет. Если в законодательном органе власти, например, в Госдуме, мужчин гораздо больше, чем женщин, то, считая вот чисто математически, у мужчин этой самой власти больше, чем у женщин. Ну, про... Угу. Я вообще не вижу никакого смысла считать количество людей, которые есть у власти. Ну, понятное дело, что она этот аргумент спиздила, ну, собственно, в интернете. Аргумент, на мой взгляд, не очень удачный, соответственно. В принципе, в принципе, мне даже не так уж... Основная проблема, мне кажется, не в поле, так скажем, как таковом, да? Вот, ну, например, если там, не знаю, большая часть депутатов мужчины, это еще не значит, что большая часть депутатов против женщин. Вот, да. Есть вероятность, есть вероятность, что большая часть депутатов могут быть профеминистическими, например. Ну, понятное дело, что в нашей стране это не так, да, но мужчины могут быть профеминистическими, это очевидно. И, следовательно, количество мужчин и женщин не так важно, как, например, те убеждения, которые они разделяют. Ну, вот, например, да, вы понимаете, что у нас нету никакой-то, какой-то вот большой разницы между политиком мужчиной и женщиной, например. Если это мужчина и женщина, ну, например, Мизулина какая-нибудь, любая, любая из Мизулиных. Вот. И, соответственно, какой-нибудь еще там радикальный такой православный христианский человечек, да, соответственно. То есть, в целом, в целом, в целом, такие вот люди будут продвигать антифеминистическую повестку вообще в любом случае вне зависимости от своего пола. И в этом плане, конечно же, конечно же, какая нахуй разница, какая нахуй разница, вот, кто, какая разница кто, короче. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, ну, короче, не знаю, мне это разделение тупое на мужчин-женщин, оно мне просто не нравится. Я думаю, феминистки, если бы у них мозги были, они же по своей собственной базе понимают, что значительное количество женщин по их же собственной терминологии, по собственной их же терминологии, да, они являются, ну, как, они, так скажем, поддерживают патриархат, как они это называют, я уже забыл, но это понятное дело, да, что они поддерживают патриархат. поэтому какая разница между среднестатистическим мужчиной или там среднестатистической женщиной в этом плане просто потому что их как бы численно больше они превалирующая социальная группа в данном законодательном органе то есть получается что на самом деле все решения которые выносит госдума это решение принятые мужчинами ну как мужчинами средним стариками которых сложно назвать мужчин уже ну ладно туда ладно 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 так вот так вот но есть суды это уже есть исполнительная некоторая власть и вот соответственно вот ты приходишь в суды и судах тебя решают уже там женщины допустим я на самом деле не особо считаю я даже здесь не особо считаю что это тоже большая проблема но это наверно хуёво именно опять же для семейного кодекса то есть женщина в суде которая отвечает за вот семейный кодекс да она вот может под поджучивать блять женщинам приветствую military action то есть опять же до принимать решение в пользу женщин желательно в рамках закона конечно то есть если в рамках закона есть какая-то возможность подсудить женщине скорее всего скорее всего вот она так собственно и будет как-то как-то вот получается и это ну хуёво 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 это хуёво тоже соответственно но я все равно не считаю что это прям дико колоссально проблема на мой взгляд все равно прежде всего в самих законах а законы анти мужские несмотря на то что их принимают блять мужчины да то есть то есть вот в думе там ли где они там принимаются их принимают прежде всего мужчины с этим я согласен но закон это блять но закон это блять все равно анти мужские все равно алименты пиздец блять какие гигантские нахуй все равно брак и вообще невыгодная штука для человека который зарабатывает деньги даже детей человек смотрите обеспеченному хорошему классному замечательному человеку бессмысленно детей каких-то рожать до в браке просто по той причине что но его разъебут если у него будут дети если у него будут дети жена заберет детей в итоге заберет часть имущества даже если даже несовместно нажитого если дети есть да то есть квартирку какую-то она у тебя отожмет вообще без вопросов вот и в этом плане ну блять в этом плане ну как то такое себе джон смит так вообще лучше детей тогда не рожать условно даже если все женщины проголосуют против принятия кого-то закона так дмитрий дмитрий проблема того что соответственно с проблемы с рождаемостью может быть как раз из-за того что у нас одна половина вот вот это вот брака потенциального да она в правах очень превышена и вторая половина мужчины не хотят вступать в брак рожать детей делать детей так далее для мужика то чё сделать ребенка сунул вынул соответственно ну воспитываешь дальше не так уж не так уж и ужасно да как могло бы показаться ну вот а тут просто блять вот просто дисбаланс ебанутищий просто ебанутищий дисбаланс причем я напоминаю существует материнский блять капитал еще всякие фишки закона то есть я плачу за блядски нагуленных ебаных сука детей каким-то блять женщинам ебаным со своих блядских налогов чтобы понимали то есть это еще одна дискриминация лично моих блять прав я почему-то плачу блять за каких-то детей чужих которые кто-то где-то нагулял мое блять почтение охуенно охуенно то есть они за своих детей плачу а за чужих блять детей плачу из своих налогов за ебись я за эту хуйню не голосовал никогда бы не хотел чтобы оно так было охуенно вот и при этом ну вот говорят у нас блять патриархат у нас патриархат блять у нас патриархат блять а где у нас тогда привилегии для мужчин где у нас реальные законодательные привилегии блять для мужчин покажите мне пожалуйста хотя бы одну блять привилегию для мужчину чтобы уж прям вот так вот чтобы хуй так стало я понял ну да действительно женщина этого сделать не может а я а могу, потому что у меня есть такая привилегия. Вот покажите мне хоть куда-нибудь, чтобы вот пук, вот, и все хорошо, я могу так делать по закону, а женщина так не может делать. Наоборот, куча таких мест, где женщина может, а мужчина не может. Ты просто со своими привилегиями их даже не видишь. Да, охуенно, не вижу я своих привилегий, потому что их у меня нету. Потому что их у меня нету, нету ни одной законодательной юридической привилегии, которая мне дает делать хоть что-то. И скажут, домашнее насилие разрешено. Нет, блядь, никакое насилие не разрешено в нашей стране. Если, соответственно, будет доказано, что я пизжу какую-нибудь потенциальную свою жену, ну, блядь, я минимум буду платить штраф. Минимум буду платить штраф. Минимум, блядь, минималка. Минималка штраф, понимаете? Нельзя пиздить свою жену. И вообще любую жену. Вообще любого человека в нашей стране пиздить нельзя, понимаете? Вот. Например, о запрете абортов, а все мужчины проголосуют за, то этот закон все равно будет принят. Это вот так выглядит реальная власть, и реальная власть это далеко не матриархальная, потому что если мы разберем слово матриархат, то это слово происходит от греческих слов мать и господство, да? А у нас... Проблема заключается в том, что большинство мужчин живут в матриархате и принимают такие законы нередко, которые бывают выгодны конкретно женщинам. У нас огромное количество таких примеров, когда, в общем-то, законы выгодны женщинам, и мужчины в этих самых законодательных органах, они делают поблажки женщинам, поблажки, блядь, женщинам делают, делают поблажки женщинам, увеличивают там элементы, еще какую-то хуйню придумывают, придумывают ебанутые законы. Какая разница, мужчина или женщина делают законы, если эти законы все равно в конечном итоге, блядь, антимужские? Вот с судами, в принципе, то же самое. Какая разница, если на самом деле, ну, если вот судья женщина приняла неправильное решение, это ее проблема, она просто не профессионал, она должна съебывать с судов, да? Не важно, она мужчина или женщина, важно, она принимает правильные или неправильные решения в соответствии с законом. Вот что нас здесь интересует. Вот. И с депутатами нас интересует не то, мужчина или женщина, депутат, а то, какие законы этот депутат принимает. Дискриминируют ли они мужчин, либо дискриминируют женщина. Какие законы дискриминируют женщин? Можно мне, пожалуйста, хоть один закон припомнить, который реально дискриминирует, блядь, женщину? Вот мужчин дискриминируют огромное количество законов. Женщин вообще ничего в голову не приходит даже. Типа, есть ли такой закон, где там женщина по-поднебесному обязана мужику дать секс, допустим? Нету такого закона. Есть ли такой закон, по которому женщина обязана, например, платить алименты? Вообще, в принципе, это можно как-то вывернуть таким образом, но в соотношении с правоприменительной практикой такого вообще почти никогда не происходит. Потому что женщина по решению суда почти всегда с очень большой вероятностью переходит. Больше 90%. Да, пиздец, я суперфеминист. Вот ребенок переходит, собственно, к матери с вероятностью более 90%, да, соответственно. Ну и вот более 90%, только если мать там не наркоманка какая-то конченая. Вот. Так в смысле, я не феминист. Я феминист второй волны. Женщины-мужчины равны. Женщины-мужчины получают образование. Женщины-мужчины работают. Женщины-мужчины классно живут. Я вот такой феминист, понимаете? Вот. Вот. Женщины не обязаны, там, не знаю, мыть полы. Женщины не обязаны готовить. Каждая пара отдельно внутри себя сама решает, как оно будет устроено. Кто на что способен, у кого там больше-меньше времени, соответственно, на то, чтобы там убирать, не убирать и все такое. Вот. Я феминист, блядь. Я феминист. Я за женщин. Я не за то, чтобы женщин там загнать на кухню. Я не за то, чтобы женщины там рабски сидели где-то хуйней какой-то занимались. Но я просто подчеркиваю факт. Мы живем в мире, где все это уже есть, где все женщины уже нам равны, где женщины получают образование, где женщинам доступны почти все профессии, где женщины представлены и в органах власти, и в судах представлены. Вообще почти везде они представлены. Редкие области обходятся почти без женщин, соответственно, в нашем мире современном. А некоторые области просто, ну, блядь, переполнены женщинами, понимаете? И я здесь не вижу никаких особых, как бы, проблем для женщин. Для меня вот мое феминистическое чувство полностью удовлетворено, понимаете? Вот. Современные феминистки — это хуйня, которая сражается за большую дискриминацию мужчин. Они сражаются за повышение уровня патриархата. Они сражаются за введение таких законов, которые просто против мужчин, которые дискриминируют мужчин всеми возможными средствами. Против феминизма надо бороться. Вот так вот. Ну, современного феминизма. Против современного феминизма надо бороться. Никакое, никакие матери не господствуют. У нас господствуют в государстве именно мужчины. То есть государство у нас какое? Правильно, патриархальное. В смысле, думаю, ничего не решает. Ну, все придурочные, большинство придурочных законов-то вносят мужчины. Ни одна женщина-то. Другое дело, что у нас есть Мизулина. Даже две. О, нет, их теперь двое. У нас Мизулина предложила декриминализацию домашнего насилия. Мизулина-младшая, это у нас Лига безопасного интернета, блядь, которая отправляет всех на проверку. Терешкова у нас обнулялка. И кто там еще? И Яровая, это пакет интернета вот этот вот, полиэтиленовый, блядь. Это тоже, на самом деле, закономерно, потому что у нас в политику идут, и в политике процветают, что самое главное, женщины, которые этой системе потворствуют. Тоже отвечают за какие-то там скрепные ценности там и так далее. У нас таких женщин, в принципе... Так, на мой взгляд, проблема заключается еще и в том, что мы не просто по законам проебываем, мы проебываем еще по культурным разным практикам. Опять же, да, женщинам существует огромное количество... Для женщин существует огромное количество, соответственно, поблажек, которые, соответственно, делают их... Более выгодно им становится жить, существовать. Опять же, подъебы феминисток насчет того, что, ууу, нехорошо, это, блядь, нытье избалованных современных сучек, короче. Нытье современных избалованных сучек, у которых все заебись, у которых есть привилегии тотальные и юридические, и культурные. Может быть, есть какие-то недостаточки, ну, например, заработные платы мужчин и женщин по одним и тем же профессиям, допустим, статистически, реально, ну, как бы... Может быть, есть какие-то отдельные, ну, недостатки, так скажем. Но, но, блядь, преимуществ охуенно много. Просто очень много, блядь, у женщин. Очень много преимуществ. Много. Просто конкретно эти женщины, они занимают... Ну, например, на улице тебе просто так никто пизды дать, скорее всего, не может. Меня отпиздить могут как вот на ниху. Идешь, там толпа мужчин на тебя идет, тебя могут отпиздить. Женщину в среднем мало кто отпиздит. Говорят, могут изнасиловать. Мне интересно, кстати, а как соотносятся друг с другом пизденьки и изнасилования? В какой пропорции, да? То есть, скольких мужчин на улице пиздят и скольких женщин на улице насилуют? Мне интересно. Вот тоже сопоставить эти числа. А то, опять же, да, там... Странно. Ну, смотря где. Ну, или там хоть какие-то должности в политике, видимые, именно потому что они идеально встраиваются в эту систему. Есть ли у нас хоть одна женщина, известная в политике, которая противоборствует существующему политическому... Да, нет, я на самом деле не вижу никаких проблем в том, чтобы женщины... Если им очень сильно хочется, работали на шахтах, я вообще не вижу никакого смысла женщине запрещать где-то работать, ну, если от ее неспособности при этом не зависит качество этой работы. Ну, вот, допустим, пожарным женщину работать, ну, вот именно вот что вот она должна, врываться в дома с большим топором, хуярить там по деревяшкам, их разбивать, потом выносить оттуда больших жирных мужиков там, не знаю, стокилограммовых. Ну, вот это хуйня, да, вот туда бы я женщин не пускал. То есть, не, ну, если женщина может... Вот, если женщина может... Если женщина может, да, но если она реально, блядь, сатэн поднимает, как нехуй, и проходит все вот эти вот испытания, которые проходят пожарники со скоростью света, да, так же, как и мужики, тогда пусть, блядь, идет, конечно, ну, просто кое-где установлен такой физический порог, через который женщине сложнее перешагнуть, намного сложнее, я замечу. Вот. Пусть, блядь, делают, пусть делают, что хотят, вообще их проблемы. Ну, как бы, если хочется, пусть работают, я вообще не вижу никакого смысла запрещать какие-то работы. Просто на некоторых работах должен быть установлен определенный порог вхождения, ниже которого быть нельзя. И по физическим иногда данным, ну, например, да, если ты пожарный или там какой-нибудь МЧСник, ты, как бы, ну, должен, как бы, должен, блядь, выполнять определенные нагрузки, иметь возможность вытаскивать людей определенного веса, там, я не знаю, делать такие-то и такие-то упражнения, чтобы в случае чего быть готовым, в общем-то, спасти человека в тяжелой ситуации. Вот. Ответ нет. Где, на чем я вообще остановилась? Я так заговнила наше государство, что я это забыла. Получается, что именно мужчины принимают решения об абортах, о праве на образование, о списке запрещенных профессий, о домашнем насилии и так далее. То есть, ну, в отношении всего того, что непосредственно влияет на жизнь женщин. Выходит, именно мужчины принимают решение о том, будет ли российское государство дискриминировать женщин, собственно, в России. Да, такая проблема заключается в том, что они принимают решение о том, что российское государство будет дискриминировать именно мужчин. несмотря на то, что, блядь, это мужчины, они в итоге по факту, мы по законам видим, я уже перечислил все законы, они по факту принимают решение о том, что будут дискриминировать именно мужчин. Вау! Вау, блядь! Нихуя себе! Вот это да! Вот это да, блядь! Вот они, мужчины, принимают законы. Ммм, заебись! Законы, дискриминирующие мужчин. Вот как сильно помогает пол, понимаете, ребят? Вот как сильно он работает. А дискриминация со стороны государства, разумеется, потворствует дискриминации как бы определенных социальных групп в обществе. Ну, например, возьмем страны, где женщины законодательно обязаны носить хиджабы. Охуенно! А как насчет взять страны, в которые мы, блядь, живем, например? Ну, нас, наверное, это интересует. Наверное, да, правда ли, что в России матриархат у нас тема, да? В России. Я понимаю, что Россия, это вот, ну, Россия же все-таки, да? Вот Россия. Вот мы в России. Страны, в которых женщины законодательно носят хиджабы, не относятся к России. Как-то так. Вы много таких стран знаете, где к женщинам в обществе относятся как к равным. Вот и я немного. Россия. Россия, например? Я не знаю. Ну, как к равным? Относимся как к равным, а законы как, блядь, у богинь. Я не знаю. На мой взгляд, на мой взгляд, у женщин-то, ну, женщинам такое предрасположение законодательное, охуенное, классное и крутое, что женщина буквально из нихуя может делать бабки. Ну, то есть, не знаю, просто вовремя родить, блядь. Муж ее бросил, и она с него тянет, блядь, элементы, параллельно получает материнский капитал, за который, кстати, налогоплательщики платят. То есть мы ребята, да? Ну, вот. Материнский капитал себе нахуяривает, там еще разные бонусы, всякие хуенусы и так далее, так далее, так далее. И вот она уже, блядь, кучу бабок переварила, вот она сидит, блядь, на своей жопе ровно. Может быть, она даже и не работает, ей, в принципе, может не работать, у нее есть и алименты, и материнский капитал, там поддержка родителей, может быть, еще кого-то мужика себе сверху нашла. И при этом продолжает потреблять, собственно, бабки, которые государство выплачивает. И государство, и ее муж, соответственно. И все. Охуенно. И еще кое-что. Разумеется, люди, наделенные определенной властью, будут использовать эту власть для своей собственной выгоды. А, разумеется. 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 Но почему они тогда ее не используют? Почему мы не в патриархальном государстве тогда? Например. Забавно, что вот смотрите, она судит вот о том, а вот вы посмотрите, вот вы посмотрите, а они мужчины, мужчины, а они, наверное, должны, ну, наверное, логично, принимать законы для мужчин, но они их не принимают. По факту. То есть вот этот вывод, который она пытается сделать, просто не соответствует, блять, факту. В этом проблема, блять. Просто посмотри на то, какие у нас в стране ебанутые, блять, законы антимужские. Просто взгляни на эту хуйню. Просто взгляни на эту хуйню. Все. Вопросы отпадают. Похуй, кто там. Мужчины, женщины, трансгендеры, блять. Похуй. Похуй, кто во власти. Хоть, хоть я не знаю, обезьяны, которые вот так вот рандомно тыкают, блять, на разные клавиши, у них иногда получаются законы, если вот обезьянка вот так, потыкала на клавиши и получилось что-то вразумительное. Это выдают в виде новой поправки под закон. Даже в таком случае, если оно так происходит. Все равно это не меняет того факта, что у нас антимужские, блять, законы. То есть, да, она игнорирует факт и судит о потенциально возможно. Мол, это логично. Вот если мужчины здесь правят, значит, они принимают антиженские законы, наверное. Мы знаем, какие законы они принимают, блять. Мы видим, какие законы они принимают. Нахуй нам вот эта вот логическая, блять, цепочка. Нахуя она нам нужна? Мы можем просто взять и открыть кодексы, блять, и посмотреть, как оно там устроено. Мы можем исследовать то, как работают правоприменительные практики. Нахуя нам, блять, смотреть на, собственно, а кто там у нас? Женщины, блять, мужчины, нахуй. Я могу себе представить такую ситуацию, что в правительстве будут все, блять, женщины, но они будут принимать мужские законы, которые помогают мужчинам. Это тоже возможно потенциально, понимаете? Но, блять. В России не так давно приняли закон о публикации безличных деклараций. Если кто не в курсе, то раньше чиновники должны были отчитываться о своих доходах, ну, как бы прозрачно, вот, как это дискриминирует женщин? Причем здесь это, блять? А сейчас эти данные все публикуются, ну, скажем так, анонимно, то есть так, чтобы невозможно было идентифицировать определенного там сенатора или чиновника, и мы все с вами прекрасно понимаем, для чего это сделано. Этот факт прекрасно иллюстрирует то, что люди всегда пользуются властью себе во благо. Ну, это ведь ла... О, смотрите, гениальный ход! Это иллюстрирует, что, приветствовали, люди всегда... То есть мы, стоп, мы показали один вариант, когда люди использовали власть себе во благо, а потом мы взяли, и подмену понятий такую совершили, а логическую ошибку сделали, да, то есть, я не знаю, вот я не знаю, я захожу к ней в квартиру, она срет, и я такой, блять, ты всегда срешь, сука, сранивая, блять, сраная шлюха, блять, говорю ей, например, да, но это так не работает. От того, что, от того, что, блять, человек сделал что-то одно, вот как пример, понятно, что депутаты делают это часто, соответственно, это вообще-то не значит, что они делают это всегда, во всех ситуациях, во всех областях, во всех сферах. В данном случае, она привела себе пример, как депутаты защитили себя не как мужчины, или не как женщины, а как депутаты, блять, да, они защитили свою, так скажем, депутатскую неприкосновенность, анонимность, и все такое. Какое отношение это имеет к мужскому, женскому, к дискриминации женщин или мужчин? какое отношение почему всегда из одного индуктивного примера не следует что они всегда это делают логично и с мужчинами это работает абсолютно точно также как это работает это вообще ни с кем так не работает просто с кем это с кем это работает ребят с кем это работает они разумеется будут пытаться принимать всякие законы проекта для того чтобы и мужчинам жилось проще ну это же логично есть мы теперь судим в кавычках потому что это в кавычках на хуй логично по какой логике это логично можно пожалуйста узнать что за логика то такая что за логика такая какой логике это логично может быть по диалектике гегеля логично я не знаю наука логике вот она промелькнула здесь по какой логике я не я я не вдупляют хуйню а поскольку этих мужчин абсолютное большинство блять ты же понимаешь что ты же за хуйню сейчас несешь просто взятую блять из своей ебаной всратой головы ты просто несешь ебучий бред который абсолютно нелогичен у тебя нет последовательности рассуждений ты просто придумала какой-то один единичный прецедент ты взяла один единичный прецедент из него вывел и что во всех случаях люди блять ведут себя вот так вот это есть 1 прецедент до даже если несколько даже если их там не знаю процентов 50 таких прецедентов из этих 50 в кавычках процентов прецедентов ты легла что во всех 100 процентов прецедентов это происходит что уже ошибка блять это в любом случае ошибочное рассуждение а потом но по логике оно так происходит. По какой логике? Где здесь логика? Где здесь хотя бы вот хоть что-то логичное? Где здесь логические связи хотя бы? Они здесь везде нарушены. При чем здесь вообще логика? Абсолютно во всех органах власти у них это обязательно получится. Кстати, абсолютно обязательно получится, но при этом, да, основная проблема блядь, заключается в том, что закон это... У нас есть факты, блядь, давайте так. Нахуя мы пытаемся делать выводы и привести наши выводы к имеющимся фактам. Если у нас есть факты, они говорят нам об обратном скорее. Нахуя? Почему? Зачем? Блядь, что происходит? В той ситуации, где у нас есть факты, давайте смотреть на факты. Вот есть законы, они фактичны в каком-то смысле. Давайте обратим на них внимание. Давайте проанализируем эти законы. Какое нам дело, кто там старики вот эти вот, которые там вот сидят у себя, вот проперживают свои там вот эти вот сидения, там принимают какие-то законы. Какая нам нахуй разница, где они, что они и так далее. Нам важно, что вот у нас есть законы. Законы давайте решать, они матриархальные или патриархальные. Давайте решим. Я отстаиваю позицию, что наши законы в нашей стране абсолютно, блядь, матриархальные. Единственный способ быть нормальным, здоровым, независимым, блядь, мужчиной, это, ну, как можно меньше соприкасаться с женщинами, не вступать с ними в брачные отношения, безусловно, потому что это, блядь, пиздец нахуй. Вот это вообще семейный кодекс, это вообще кринж, блядь, ебучий. Соответственно, никаких детей с женщинами заводить в принципе нельзя по современным законам, если ты мужчина, понятное дело, потому что, ну, иначе ты долбоеб, условно. Ну, ты умственно неполноценный, тогда, соответственно, тоже очевидная, очевидный вывод из имеющихся законов. И законы в итоге, блядь, они почему-то вот по ее мнению патриархальные. На мой взгляд, полностью, полностью, полностью матриархальные законы, полностью неуместные, соответственно, полностью отбивающие желание вступать в какие-либо браки и вообще иметь какие-то отношения с женщинами. Да, то есть, опять же, да, что-то там произошло не так, ну, твоя кожаная ракета, блядь, вот она вот, где девушка пьяная лежит, твоя кожаная ракета провела там случайно по щекам, ты тоже пьяный, ты как Гагарин летаешь на кожаной ракете, блядь, она случайно там провела по губам лежащие, вот, собственно, где-то феминистки, ну, год, блядь, тюрьмы можешь получить, соответственно. Изнасилование произошло, понимаете? А ты просто летал на кожаной ракете, не понимая, не отдавая себе отчетов в том, что происходит. Ну, вот как-то вот так вот. Большинство, это вообще сколько? А это вот столько. В Госдуме 8-го созыва, то есть, то, что вот мы имеем сейчас, из 450 депутатов у нас есть немногим более 16% женщин. Это всего 72 женщины из 450 депутатов. Охуйно. Это вообще как? Меня лично уже это обстоятельство шокирует, но я вам даже больше скажу. Чем выше находится орган власти, тем меньше в нем женщин. Например, в кабинете министров у нас всего одна женщина-министерка среди 21-го человека. А должно быть 50 на 50. Почему-то. По какой-то причине. По какой-то причине должно быть 50 на 50. Стоп, это может быть законодательно урегулировано, что только одна министерка из 21-го человека может быть, собственно, представлена там. Нет? Вроде нет. То есть, стоп. По сути, мы можем даже представить себе ситуацию, что все министры, их будет, собственно, ну, 100% женщин. Ну, в теории, гипотетически, такая ситуация возможна. Закон этого не запрещает. Насколько я понимаю, у нас в стране закон даже не запрещает женщине стать президентом. Вообще-то, как бы... И в законодательную власть нам помогает, собственно, проникнуть женщинам тоже неограниченное количество. Хоть до 100%. Хоть до 100%. Нету никакого ограничения. Ну, кто идет, кто пытается, соответственно. Кто взаимодействует с правилами нужными людьми. Кто организует связи соответствующие. Вот. Ну, как бы все в свободном порядке здесь определяется. А нахуй нужны гендерные квоты? Джон Смит. Основная проблема гендерных квот, мне кажется, заключается в том, что, ну, как бы... От этого падает качество специалистов. Почему? Не потому, что женщины бездарные, ничего не умеют и не работают. Нет. Просто в те или иные профессии женщины идут в меньшем количестве. Очевидно, да? На некоторой профессии женщины идут в большем количестве. На некоторой профессии женщины идут в меньшем количестве. Очевидный тезис. В те области, в которые женщины идут в меньшем количестве, в целом в них выборка женщин, выборка людей вообще в целом, да, меньше вот эта женская выборка. А мужская выборка просто больше. Ну, например, большее количество мужчин хочет попасть в законодательную власть, чем, в общем-то, количество женщин. Если мы сделаем квоты 50 на 50 из двух разных выборок, из большой выборки проще отобрать хороших, качественных специалистов, потому что это большая выборка. Из маленькой выборки сложнее отобрать хороших специалистов, потому что это маленькая выборка. Не потому что мужчины и женщины, потому что большая, маленькая выборка, да, соответственно. Чем больше выборка, тем, соответственно, лучше. Потенциально можно отобрать специалистов. Из маленькой выборки сложнее, и поэтому будем брать, кого попало для забивания квот. И от этого падает качество той или иной области. Все, квоты нахуй не нужны, вот. И 50% нам не нужно, искусственное создание 50% это, блядь, безумие, ебанистика, шизофрения. Ни в одной здоровой области такое нахуй невозможно, это кринж. Ну, когда, собственно, одинаковое количество мужчин и женщин будет идти в законодательную власть, пытаться туда проникнуть, и если будет, в общем-то, явно показано, что у женщин там реально есть некоторый стеклянный потолок, мол, смотрите, да, претендует 50 на 50, но проходит 83 на 16, допустим. Да, окей, тогда это будет проблемой. Но пока, в принципе, выборка женщин значительно меньше, чем выборка мужчин. Ну, жаловаться на то, что у нас вот такой вот дисбаланс вообще-то не стоит. Это норма. Это естественно, это норма в условиях равенства. Это правильно, оно так и должно быть. Мы не можем организовать ситуацию таким образом, чтобы во всех областях было представлено по 50% мужчин и по 50% женщин. Ну, это просто как-то, ну, знаете, это просто неестественно, искусственно, глупо. Это, наверное, еще бы дополнительно значило, что и учителя должны быть на 50% женщин и на 50% мужчин. Ну, как минимум, трансгендеры, да? Ладно, шучу. Так вот, это должно означать, что в любой профессии, которая в кавычках считается женской, ну, в которой женщин больше, тоже на 50% должна быть представлена мужчинами. Хотя женщинам порой проще работать на тех или иных работах, проще в том плане, ну, вот у них ребенок. И, в принципе, для того, чтобы, ну, немножко развеяться, отдохнуть, так скажем, да, не для того, чтобы хуярить на большие бабки, а для того, чтобы, ну, просто не скучать дома. Ну, она устраивается на работу, и там какая-нибудь халявная работа с документами, она сидит, пердит, что-то там делает. То есть мужчинами тоже должны быть набиты на 50% тогда. Ну, потому что если откуда-то количество женщин убывает, понятное дело, да, то есть в какую-то другую область переходит, это место должны занимать другие работники. Все. Правда, есть еще, конечно, в правительстве Российской Федерации есть еще всякие заместители и так далее. Ну, вот в каком-то высшем руководящем составе, назовем это так, хотя это не, как бы, официальный термин, еще есть две женщины-заместительницы. То есть у нас три женщины занимают какие-то высокопоставленные, значит, ну, какие-то должности в правительстве Российской Федерации. Ну, женская власть. Что сказать еще? Вы на экране уже посмотрели на некоторую занимательную статистику по поводу женщин, которые руководят делами в России. А сейчас я вам просто для сравнения скажу, что в Норвегии в парламенте 41% женщин, а в кабинете министров... И? 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 Как это все меняет? 47% женщин. У нас 9%. Да, давайте измерять проценты женщин. Ты знаете, как проценты жира в молоке, так же и проценты, господи, женщин. Охуенно. Охуенно, это ж так полезно, это ж так классно, это ж так круто. Как же, блядь, без этого? Куда ж без этого, ребят? Вот. Вот такая статистика. Интересны также отрасли управления, которые... Статистика, заебись. Это очень главное нам помогает. Не, ну это очень сильно нас как бы выручает, видимо. Это прям, блядь, меняет ситуацию, наверное, вот на 50... На 100% все просто... На все 180 градусов нас разворачивает. И мы такие... О-о-о-о-о, блядь, ну все. У нас патриархат, видимо, надо сказать, да. Потому что она 8 минут говорила о вещах, которые никак не касаются матриархата и патриархата. По сути, она всосала все тезисы Опирается на какую-то статистику Но делает из нее, в кавычках, логические выводы Которые, ну, нихуя не логические на самом деле Ну, да ладно И, к сожалению, большинство феминисток Они недостаточно образованы и очень тупы Для того, чтобы понять, насколько ебанутые вещи Несет их, собственно, подруга Я не говорю про все феминистические тезисы Что они автоматически ебанутые Я говорю именно про то, как она пытается доказывать то, что она говорит Это очень низкоквалифицированно Это очень плохо Это очень некачественно, соответственно Да, я перечисляю синонимы для того, чтобы усилить этот самый момент Да, потому что мне делать больше нехуй Но все же Да, это риторика, ребят Причем хуевая риторика, но все же Курая, это единственная министрка во всем кабинете министров, да? Татьяна Голикова, заместительница председателя правительства Российской Федерации По вопросам социальной политики и культуры Виктория Абрамченко, заместительница председателя правительства Российской Федерации По вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии То есть даже самые высокопоставленные женщины в правительстве Российской Федерации Все равно занимаются какими-то, ну, такими женскими отраслями Что-то я не вижу женщин в финансах там и энергетике И это не потому, что женщины хуже справляются с какими-то традиционными, там, мужскими, боже мой, областями Да слушай, если ваша выборка людей, которые претендуют на ту или иную сферу меньше Буквально меньше, да, то это буквально означает, что женщины хуже справляются с этими областями Просто потому, что, ну, у нас выборки нету То есть у нас нету ни генетической выборки У нас нету вообще никакой выборки В любой области, в любой сфере важна выборка Чем больше выборка, тем лучше Тем более качественных специалистов мы можем отобрать Если в вашей сфере, собственно, ну, как бы представлено 2-3 женщины Допустим, давайте так У нас есть определенная профессия, допустим Депутат И, допустим, какой-нибудь депутатов всего 6 Депутатов Давайте я вам даже рисуночек нарисую, как Мэдисон Давайте так, да Для феминисток Для феминисток Для феминисток, ребят Для феминисток, соответственно И для всех людей, которым нужны рисуночки Рисуночки нужны, смотрите, вот мы берем Вот у нас профессия Допустим, это депутаты 6 Всего доступно, допустим, 6 слотов Это в теории, да То есть Это чисто в теории, чисто гипотетически Понятно, что слотов доступно больше Но их доступно здесь всего 6 Ну и, соответственно, в среднем Как они свободно формируются Ну, по-хорошему, как они должны формироваться Мы берем и отбираем самых лучших Подходящих на ту или иную область людей Понятное дело, что в России это происходит не совсем так Но да ладно Как это по-хорошему должно происходить Да, мы на ту или иную область отбираем вот столько-то людей Допустим 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 Вот на эту же, знаете, должности претендует Ну, всего 3 женщины Очень маленькая выборка 3 женщины Вот это вот это вот женщины И, соответственно, на эти же области претендуют Ну, боже мой Давайте абсолютизируем значение Абсолютизируем значение Очень маленькая выборка И очень большая выборка Сделаем, да Ну, допустим 200, блядь, мужчин 200 мужчин Но У нас есть квота У нас есть квота неожиданно Да, то есть Смотрите Мы берем В таком случае Каждой женщине из этих Даем по профессии Получается Вот она сразу получает место Автоматически Вне зависимости Вне зависимости от того Насколько это качественный В общем-то Человек Да Для данной специальности Для данной профессии То есть Любая Буквально любая женщина Которая входит в число этих трех женщин Которые должны занять эти места Да, она автоматически Занимает это место То есть Здесь оценка идет не по качеству А вот этих вот 200 Мы как раз можем отбирать Вопрос Вопрос, да Кто будет лучше? Если мы хорошо и правильно Отберем из 200 людей Трех грамотных Да, вот трех грамотных людей Каждый грамотный человек Получит свою профессию Или когда из трех возможных женщин Мы отобрали всех трех Какая половина Вот из них будет лучше? Левая? Вот Чел, ты серьезно будешь доказывать феминистке Что эффективность важнее борьбы с угнетением и равенством? Вот Андрей пишет Это тупые мужики пролоббировали Что в экономике нужны знания математики Ну да И к сожалению На данный момент Математиков Женщин все же больше Мужчин точнее Мужчин математиков больше К сожалению Да Мужчины идут на математические факультеты Чаще чем женщины До сих пор К сожалению Вот так вот получается Это грустно Это печально Ну и на экономику Не знаю Идут Не идут Тоже важно понимать Эх Вот посмотрите хотя бы на Эльвиру Набиуллину Вообще суперпрофессионалку Председательницу Центробанка Что плохо справляется? Мне кажется лично Что нет Так что опять же Здесь дело вообще не в том Что женщины хуже разбираются Вообще хоть в чем-то В том числе там в обороне Энергетике Тяжелой промышленности И так далее Например Небезызвестная нам с вами всем Урсула фон дер Ляйен Была министеркой обороны Германии Она справилась хуже Шойгу Нынешнего министра обороны Российской Федерации Черепикинговые сравнения Мое почтение Мое блять почтение Мое почтение Вот вы видели Вот там вот у нас есть женщина Которая лучше какого-то мужчины где-то Что она хуже справилась? Ааа О блять Вот у нас есть женщина Вот она не знаю Вот не знаю Канцлер Германии там какой-нибудь Сейчас как-то ее звали Ангела Меркель Она что? Справляется Хуже Гитлера блять Хуже Гитлера Может быть она? Нет не хуже Гитлера Она не хуже Гитлера Все Женщины лучше мужчин Как бы Какые пруфы Даны Хуже Гитлера Хуже или не хуже Гитлера? Все Короче Вот вам черепикинг Охуенная методология У феминисток современных Просто уровень интеллекта Вот такой вот Вот такой вот уровень интеллекта Чтобы вы понимали Вот такой вот блять и при этом такие высказывания как будто бы вот такие высказывания как будто бы но я не знаю как будто бы она права автоматически кажется что нет я специально так подробно остановилась на пункте про государство потому что мне кажется что это такой прямо основополагающий тезис об которые разбиваются все аргументы о том что в россии там матриархата не патриархат разбила просто уничтожила охуеть уничтожила женщина занимается воспитанием детей все там кружки школы детские садики и все остальное это тоже дело наших на маникюренных лапок на самом деле разумеется никакая это все не власть это вторая смена мы с вами уже говорили об этом понятии на канале 2 смен ребят у нас это называется по-другому все власти нет конец это вторая смена ты можешь не рожать например можешь не вступать в отношения с мужчинами у тебя есть выбор абсолютно здесь тотальным кстати как у мужчины есть выбор в браке не вступать но просто тут как бы такой кстати ребенка можешь в любой момент сдать в детский дом ну если что если уж вообще-то на крайняк да можешь не сдавать как говорится есть еще знаете какая фишка если законодательно дети будут чаще оставаться с мужчинами но при разводах разных кто это мужчины будет несколько смен а многие мужчины очень даже за чтобы дети остались ними я напоминаю на всякий пожарный просто бы что мы ну многие мужчины не против того чтобы дети остались с ними то есть ты можешь вообще ни на какой-то можешь родить и у тебя никакой смены не будет больше никогда в жизни ну до следующих родов вот но я на всякий случай еще раз скажу что это неоплачиваемая домашняя работа ты можешь от нее отказаться ты можешь ее не делать почти в большинстве случаев, ты можешь сказать «нет». Вот, все. Удачи. Я понимаю, что это сложно, но это выбор личный большинства женщин. Их никто не пиздит, законодателям никто этого не говорит. В среднем женщина делает это сама по своему собственному выбору. Мужчина не может ее отпиздить силой, заставить убирать полы, она сама приходит, она сама это делает, и она может от этого отказаться даже. Это когда женщина отпахала на работе, да, на нормальной, на оплачиваемой работе, и потом она приходит домой и давай там стир... Кстати, еще надо учитывать, какая работа. Ну, давайте будем честны просто. Опять же, на мой взгляд, каждая пара сама должна решать, кто где убирает, готовит, в зависимости от того, кто лучше той или иной вид деятельности умеет делать. Это во-первых. А во-вторых, по уровню занятости. То есть, опять же, да, в кавычках, женская работа далеко не всегда сопоставима с мужской. Вообще, давайте представим себе такой вариант. Вообще, большинство, многие женщины, не быть, что многие женщины могут позволить себе не работать вообще. То есть, есть такое устройство пар, когда женщина дома сидит, мужчина, соответственно, ей все оплачивает. Вот. Есть такое устройство пар. Есть такое устройство пар, когда мужчина зарабатывает значительно больше девушки. Девушка тоже работает, но ее работа значительно легче, и у нее есть время для того, чтобы прийти, убраться, и это ее, в кавычках, вторая смена. И эта смена вполне здесь заслужена, потому что мужчина отъебывает на своей работе больше по времени, зарабатывает больше денег, и так далее, и так далее, и так далее. В таком же случае вторая смена тоже, на мой взгляд, считается справедливой. Если при ситуации, когда и мужчина, и женщина работают все же одинаково, а такие ситуации могут быть, и желательно зарабатывают одинаково, тоже, да, соответственно, одинаково зарабатывают, в таком случае здесь имеет смысл переговоры какие-то вести, я солидарен, вот по справедливости. А если женщина работает больше мужчины, и тем более получает больше мужчин, тогда и мужчина, в принципе, по справедливости должен заниматься уборкой, готовкой, ну вот, да, почему бы и нет. Равенство, справедливость, честность. Все зависит от того, какой вклад в отношения ты делаешь в данном случае. Вот. Как-то так. Не, ну, архитектор, все равно эти девайсы, вы понимаете, все равно надо закинуть, потом вытащить, потом развесить, потом куда-то положить, и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, вы, короче, понимаете, эти 15 минут раз в неделю тоже, знаете, не очень приятно, когда твой мужик еще при этом ничего не делает, а ты, например, так же ебошишь. При условии равенства работ, я согласен, это неприятно. Но женщины сами на это соглашаются, во-первых. Это раз. Это не какая-то тотальная супердискриминация, которая в адрес мужчин производится. Это два. То есть в адрес мужчин законодательная дискриминация. В адрес женщин, ну, типа, я могу, конечно, отказаться, но я это делаю просто вот по привычке, да. Это не то, чтобы сильно сложно, ну, это неприятненько, да, это неприятненький такой осадочек, но это не так уж и сложно, вот. И в этом плане, ну, давайте так, давайте так. Если мужчина работает 100%, а женщина не работает вообще, и женщина при этом не убирается, ну, печально, я считаю. Это не очень честно, не очень справедливо, это тупо, это никак, соответственно, ну, как бы, нет, конечно, конечно, если женщина, так скажем, очень, там, богиня такая, а мужчина чисто ее, блядь, купил, для того, чтобы ее ебать, ебать самую клевую самку, блядь, в мире, но при этом он не хочет, чтобы она свой маникюрчик, блядь, портила от уборки, блядь, ну, окей. Есть разные способы договора, и каждая пара решает сама, да, как здесь договориться в данном случае. Но в средних ситуациях, на мой взгляд, все же, да, если по статистике посмотрим, и сколько женщины и зарабатывают, и сколько женщины вырабатывают по времени, в среднем, опять же, да, ну, мы, скорее всего, придем к тому, что женщины работают меньше, чем мужчины. Ну, с учетом, что некоторые женщины в большом количестве вообще могут позволить себе не работать вообще в целом, да, то есть сидят дома, чилят, отдыхают, там, иногда что-то убирают, вот. Ну, или давайте возьмем всех рабочих людей. Я даже думаю, если мы реально посчитаем количество часов, вот, в России, сколько работают женщины, и сколько работают мужчины, вот именно вот берем работу, чисто берем группу, там, не знаю, 200, 300, 400, 500, 1000, 10 тысяч рабочих мужчин и женщин, считаем их количество часов, реально честно. Я боюсь, что у мужчин получится больше наработанных часов. Ну, или давайте лучше так, берем людей в семье, два человека из семей, которые работают, вот так вот. Просто, опять же, есть женщины-карьеристки, которые тоже могут дохуя дорабатывать, но мы должны взять, наверное, равноправных мужчин и женщин здесь, да, равноправных, то есть они в семье оба находятся, и оба в семье работают. И я думаю, если мы проверим, если мы проверим, кто сколько часов нарабатывает, я думаю, у женщин в среднем найдется один часик на вторую смену. Вот. Тот, который они не дорабатывают на работе, у них найдется этот один часик на вторую смену, соответственно. Вот. В среднем, опять же. Но каждая пара должна решать сама, потому что это никак по-другому не регулировать. Подпункт номер два. Деньги. Этот конкретный аргумент, он, естественно, о том, что женщины вот распоряжаются семейным бюджетом, решают, куда в отпуск поехать, в каком квартале совершить ту или иную покупку и так далее. Есть даже вот такое занятное видео родом из далекого Советского Союза, в котором интервьюер подходит к мужчинам на улице. Уже тогда существовал такой формат, прикиньте. Как, товарищи, а где же ваша зарплата? В супружнице. Семью. Лол. Семью. Уколды. Уколды. Хозяин. А мне дает только на обед. Ну и иногда, наверное, себе оставляем. Заначка бывает у мужчин, наверное. Бля, мужики, вы куколды, блядь. Вы чмошники и куколды, блядь. Никого в уважении. Слабаки. Ну, типа, если за женщину приходится вам платить, вы, значит, ничтожество. Конец. Ну, все, все. Тема закрыта, да? Если вы регулярно отдаете своей жене все свои деньги, вы самое ничтожество из всех возможных ничтожеств, соответственно. Ну, вы, по сути, вам больше нечего дать. Вы пытаетесь купить женщину. На мелкие расходы. На мелкие расходы. В России, на самом деле, до сих пор во многих семьях именно вот женщины распоряжаются бюджетом. Вплоть до того, что мужчины отдают женщинам, ну, женам свою зарплату и получают деньги, так сказать, на карманные расходы. Вот это что? Это разве не угнетение? Это разве не какая-то орда в лице обрамленном бигудями? На самом деле, разумеется, здесь дело не в том, что жена решает весь семейный... Ну, кстати, тут еще есть фишка убеждения многих женщин, не всех, не всех, не всех, не всех женщин, не всех, но многих, что ее зарплата это ее зарплата, а твоя зарплата она общая. Окей. Вот пиздец тоже. Не, ну понятно, Максим, да, это тоже понятно. Америка виновата или кто? Распоряжение деньгами — это далеко не всегда маркер власти, как нам с вами пытаются сказать сторонники, а вот в России матриархата. Но посудите сами, да, женщины распоряжаются деньгами, но она распоряжается деньгами в том масштабе, что вот мне сегодня на ужин купить куриную грудку или грудку индейки. Ну на что это влияет? Ни на что, но это же полный абсурд. Детей оставляют с матерями после развода. Далее. А, это плохо. Это плохо или что? Это типа дискриминация женщин. Опьем детей, давайте положим руку на сердце. У меня вопрос, а если женщина будет всеми силами ратовать за то, чтобы ребенка оставили с мужчиной? Оставят ли ребенка с мужчиной тогда? И подумаем, кому принадлежат дети в нашей с вами стране? Может быть, вам? Конечно, нет. Это тоже довольно важный такой пункт в риторике российского извращенного матриархата, что вот, мол, дети после развода остаются всегда с матерью, отцы вообще остаются не у дел и так далее. И, во-первых, тема эта деликатная. Во-вторых, разумеется, каждая ситуация абсолютно индивидуальная. Но мы разбираться в ее индивидуальности не будем. Сейчас окажется, что женщины, они больше этого заслуживают, потому что они женщины. А мужчины-то что, они даже 5 копеек составить не могут. Понимаете, вот эти вот они смотрят на рублики, на вот эти вот жалкие. И вот у них 35 тысяч рублей, они не знают, как жить на них даже. Они ничего не понимают. Вот так вот они сидят, смотрят. Блядь, деньги нахуй, о, блядь, на что мне их тратить? Я такой тупой, блядь. Я даже поесть себе купить не могу без женщины. Как мне выжить на 35 тысяч рублей? О, блядь, я такой тупой, о, блядь, о, нахуй. Как-то так, видимо. Представляет себе среднестатистический мужчина. Блядь, не подлогал. Ну, куда ему еще ребенка сверху, если он, ну, с головой не дружит со своей, буквально. Если он не способен даже сам выжить без женщины. Да, вот мужчина среднестатистический по ее картине мира, вот, не способен просто выжить, и поэтому женщина должна деньгами распоряжаться. Понимаете, что мужчина, он ничтожен, туп, абсолютно не готов, не дееспособен для выживания никакого, вот. Как-то так. ...семью у всех разное и так далее. Поэтому, пожалуйста, поймите меня правильно, когда я говорю, что зачастую мужчины сами отказываются от воспитания своих детей. И это я... А если мужчина не отказывается, но суд все равно обычно передает, собственно, эти права женщине, что в таком случае? Причем такое случается нередко. Не скажу, что очень часто, но довольно-таки нередко. Когда мужчина хочет воспитывать ребенка, а женщина, может быть, не так сильно хочет, ну, суд все равно на стороне женщины. Я сейчас даже не о том, что у России нет отца, хотя у нас ведь реально половина страны без отцовщины, и это тоже хороший аргумент. Но давайте хотя бы посмотрим на декретные отпуска. Всего 2% мужчин в России уходят в декретный отпуск, хотя... Да, потому что нахуй никто не отпустит мужчину в декретный отпуск в среднем в России. Законодательно у них такая опция есть. Да, но вероятность этого значительно меньше. И я, если честно, вообще не вижу толп возмущенных отцов возле зданий суда, стоящих в пикетах. Бля, эти отцы платят алименты, и вообще неплохо было бы, чтобы они так стояли. В этом, кстати, не, не ходил ни на такие кружки. И в этом, кстати, проблема, что мужчин, блядь, законодательно ебут, семейный кодекс просто ебанутый, а мужики, блядь, терпят. В этом и заключается вся хуйня. От этого, блядь, практически не избавиться. Мужчины не стоят в пикетах. У мужчин хуево организованное мужское движение, в отличие от феминистического. Феминистки более активны. Следует заметить, что феминистическая пропаганда более тупа и менее обоснована, чем мужское движение, соответственно, да, так или иначе. Потому что у мужского движения реально есть серьезные аргументы, которые показывают, что у нас дисбаланс власти. То есть у нас женщины круче, чем мужчины намного по законам, да. Но у нас нет никаких пикетов, у нас нету никаких вот этого. Закон какой-нибудь антимужской в очередной применяется, никакие мужчины не голосуют против, там не кричат «отменить, отменить этот закон», понимаете? Даже то немаленькое количество мужчин, которые есть среди МДшников, даже вот это немаленькое количество мужчин, они не выходят ни на какие пикеты. Они сидят в интернете и выказывают свое недовольство. Они сидят, смотрят Сарвачева, на улицы не выходят, петиции не пишут, нихуя не делают, соответственно, сидят и сосут хуй, короче. Проблема в том, что МД это в основном шуе на 90%. Максим, есть элементы шуе в МД движения, я согласен, но все же основной вот этот вот юридический аргумент мне кажется очень сильным, и в принципе мы мужчины, как и вот феминистки, должны сражаться за мужские законы, потому что иначе у нас будет получаться так, что феминистки с каждой новой ступенью будут отвоевывать себе все больше и больше и больше и больше и больше, соответственно, власти, все больше законов на свою сторону, все больше привилегий у них будет и так далее, так далее, так далее. И последняя моя ремарка в этом пункте заключается в том, что решение о том, с кем останутся дети при разводе через суд, принимают судьи, они тоже люди. Они женщины, по большей части они женщины, и как ты говорила, если уж они женщины, то логично, блядь, предположить, что они будут принимать решения выгодные для женщин, ну я твою логику продолжаю здесь, да, ну вероятно так, ну вообще пиздец тогда выходит, нет? И они тоже, точно так же, как и мы с вами, живут вот в этой вот системе, вот в этом вот общественном строе, патриархальном, и они при принятии... А доказательства будут патриархального строя? Просто пока что ни одного не было. Ни одного серьезного аргумента в пользу патриархального строя я пока не услышал. Можно, пожалуйста, хотя бы один мощный аргумент? Пока что самое мощное это было про законы о, собственно, домашнем насилии, которые на самом деле просто... Это просто еще один закон, который феминистки хотят вести, который будет дополнительно дискриминировать мужчин. Мое почтение. Круто. Таких решений о том, да, с кем останутся дети после развода. Естественно, тоже руководствуются гендерными нормами. Это же понятно, мне кажется. И дело здесь не в том, что женщины отнимают у отцов детей, хотя, опять же, ситуации могут быть разные и так далее. Дело в том, что у нас есть гендерные нормы, в рамках которых женщина априори мать, и не хотеть она этого не может. Женщины не служат в армии, и жизнь женщин в России настолько лучше, что они умирают позже, то есть продолжительность жизни у нас больше, а на пенсию мы выходим раньше, чем мужчины. Вот эти два пункта я решила объединить в один, потому что их связывает такая, знаете, женская без вины в виновность. Начнем с армии. А кто ставит нас с вами, нас с вами, мужчин и только мужчин, на учет в том же самом военкомат? Да у нас патриархат, вы чего? У нас, блядь, патриархат. Вы что, охуели что ли? У нас патриархат, ребят. Кто заставляет нас проходить различные комиссии, где зачастую люди противоположного пола, да не важно какого, перед нам в зубы, в анус, щупают за все места. Мужчины действительно абсолютно абсурдно обязаны принудительно идти в армию, а женщины нет, все так. Вот только решение о том, чтобы мужчины были обязаны идти в армию, принимают не женщины, их при... И что? То есть что за перекладывание ответственности? Я еще раз повторю, какая разница, кто, блядь, принимает решение? Какая нахуй разница, кто принимает решение, если законы по итогу все равно антимужские? То есть стоп. Она считает, что если вдруг мы попадем в мир, в котором мужчин будут ебать в жопу, блядь, разрывать им очко, отрубать руки и ноги, например, но если эти законы будут принимать не женщины, а мужчины, ой, да мы живем вообще-то все еще в патриархате, блядь, все хорошо, а, ну стоп, то, что вас ебут в жопу, отрубают вам ноги, руки, там, и голову при рождении, ну, это, блядь, мужчины приняли такое, вот, это мы не виноваты, это все нормально, это женщины на руках носят, приняли мужчины такие законы, а вам отрубают ноги и ебут в жопу, например, а какая разница, это все равно патриархат, такая форма патриархата, мужчины так решили, получается. Нет, мужчины могут принимать антимужские законы, и мужчины могут способствовать развитию патриархата, матриархата, и патриархата, и матриархата, в зависимости от того, какие решения они принимают в нашей стране, в любой стране. Все. Женщины точно так же могут оказаться в правительстве и принимать антиженские законы, на самом деле. Это тоже вполне возможно, и оно так может и быть. Соответственно, опять же, какая-нибудь там мизулина неожиданная где-то появляется, какая-нибудь мизулина волшебная, она начинает принимать антиженские законы, способствовать развитию нашей традиционной, православной, охуенной семьи, соответственно, да, и усугублять ситуацию именно в адрес уже, вот, женщин, то есть, да, там, разрешать насилие какое-нибудь, допустим, какое-нибудь насилие разрешать может, да, например, в адрес женщин, то есть не просто, ну, допустим, да, дискриминировать женщин за счет того, что относительно уже имеющихся законов домашнее насилие будет полностью обесценено, то есть, да, пиздить людей на улице нельзя, а вот дома можно, например, понятное дело, да, можно так вот дискриминировать женщин, это была бы дискриминация, да, тоже в таком случае, ну, и вот как-то, Потому что наши предки пиздили своих жен, она это объяснит как-нибудь вот так вот, поэтому можно пиздить своих жен по закону, это не то же самое, что пиздить людей на улице, на улице нельзя, а вот дома можно, и детей можно пиздить, потому что ты батя, батя традиционно должен пиздить и детей, и жен, допустим, да, это была бы дискриминация женщин, солидарен, вот, как-то так. И да, женщины могут принимать негативные для женщин законы, и мужчины могут принимать негативные для мужчин законы, у нас в стране это и происходит, и это видно по нашим законам. Принимают другие мужчины, которые руководствуются вот этими вот, опять же, гендерными стереотипами отвратительными, которые заключаются в том, что мужик должен умереть за родину, быть. А пиздец, как мы все придерживаемся этих стереотипов. Готов, пока женщина сидит там и в очаге варит детей. Или как там, я не знаю, просто не разбираюсь. Так работает патриархат, в рамках которого реальная власть находится в руках мужчин, которые при принятии определенных решений руководствуются гендерными стереотипами, и которые подчиняются этим самым гендерным стереотипам. Охуеть, охуеть. То есть у нас есть в рамках патриархата такая система, которая нас наоборот унижает, которая наоборот делает нас уебскими, короче, которая тратит год целой нашей жизни и потом может в итоге заставит рисковать жизнью в качестве пушечного мяса. А вообще в свое время, да, вообще в тех обществах, где воинская обязанность реально крута, вы как человек, будучи военным, да, ну, например, дворянином каким-нибудь, вы очень привилегированы. То есть за то, что вы рискуете своей жизнью, за то, что вы человек грамотный в военном деле, вы получаете очень хорошие, существенные привилегии от общества. Вот это, вот это, вот это можно еще как патриархат рассмотреть, потому что за военную деятельность вы получаете очень существенные бонусы. А когда твой единственный бонус это прочищенная хуями жопа, соответственно, и когда тебя пиздят на протяжении целого года, допустим, и когда ты занимаешься хуйней какой-то вот ебанутой, просто бессмысленным физическим трудом, и потом тебя нахуй выбрасывают из этой армии в мир, и ты такой, а что мне делать, я проебал целый год, блять, я никуда не поступил, мне ЕГЭ сдавать, а я уже все забыл за год, меня ебали целый год, блять, о-о-о-о, блять, о-о-о, нахуй. Ну, это нихуя не привилегия, знаете ли? То есть, нет, я говорю, что существовали такие общества, в которых военная обязанность для некоторых, по крайней мере, слоев, была привилегией и давала им определенные дополнительные бонусы в жизни. Как бы, понимаете? Но в тех обществах, где, собственно, этого не происходит, военная обязанность нихуя не является ни критерием привилегии, даже наоборот, понижает всякого рода привилегии. Никого патриархата в таком смысле, ну, во многие времена не было, тотального, по крайней мере, патриархата. Сами, то есть, значит, суждением о том, каким должен быть мужик, и что такое настоящий мужик, и так далее. Охуеть. Женщин здесь вообще никто не спрашивал. Охуеть, а почему здесь мужчины, опять же, почему никто не спрашивал женщин? Чего это вообще высказывание здесь появляется? Спрашивал или не спрашивал, какая нахуй разница? Лично считаю, что армия, это ужасно, и это отвратительно, и это абсолютно... Мне похуй, что ты лично считаешь, какое это отношение имеет к тому, матриархат в России или патриархат? Как это разъебывает тот аргумент, согласно которому, соответственно, мужчины служат в армии, в армии хуево, в армии нарушаются мужские права, в армии все очень плохо и нехорошо, да, соответственно, в армии можно и жизнью рисковать, и, собственно, там хуевый уровень медицины, и можно подхватить разного рода заболевания, соответственно, можно психику поломать на всю жизнь, на крайний уже случай, да, и так далее, так далее, так далее. Армия, это буквально изнасилование мужчины на протяжении целого года, даже если его там не насилуют буквально, если его не ебут, это для многих мужчин, это просто порча его психики не единоразовым актом, а целый год, блядь, без остановки. Просто безостановочное, тотальное изнасилование, ну, прям, несексуального характера чаще всего. Иногда вполне физического, если есть дедовщина, иногда просто ебанистического, психологического, безостановочное психологическое насилие на протяжении целого года, блядь, которое урегулировано законом, которое происходит с каждым мужчиной, который не смог каким-то образом откосить от этого, урегулированное психологическое, блядь, насилие на 100% будет. А будет ли физическое насилие или сексуальное? Ну, хороший вопрос, может, и будет тоже, соответственно. Хм, охуеть. И тем временем женщины жалуются, что их когда-то в жизни кто-то где-то там может психологически, физически или где-то там еще изнасиловать, блядь. Почти каждый мужчина, достаточно большой процент мужчин проходит узаконенное годовое изнасилование психологическое, по крайней мере, точно. Заебись, блядь, заебись. Мы все еще живем в патриархате, ребят, напоминаю, это очень круто, мы живем в патриархате. Круть. Заебись, патриархат, заебись, патриархат. А девушка при этом переживает, что ее там где-то когда-то могут, блядь, изнасиловать и все такое. Круто. Ну, Фемке тебе скажут, что просто нужно отменить службу и все. Так, а, блядь, а какая разница, ну, блядь, отменить, не отменить. По факту просто вот сейчас, по факту, собственно, вот сейчас у нас такая ситуация, когда оно вот так вот устроено. Армия, это тоже штука дискриминирующая мужчин. В обществе существует штука дискриминирующая мужчин, они скажут, ну, ее отменить надо, блядь. Отмените, я согласен, давайте отменим армию эту общую, без проблем, тогда будет на один пункт меньше дискриминации в адрес мужчин. То есть сам факт того, что Фемке выступают за отмену службы, не означает, что никакой дискриминации здесь нету, понимаете, в чем дело? Я тоже, например, считаю, что было бы неплохо, например, если бы мужчина и женщина на одних и тех же работах зарабатывали бы одинаковые деньги, если они обладают одинаковыми навыками. Я здесь тоже согласен. Если у мужчины и женщины одинаковые навыки, они должны зарабатывать одинаково приблизительно, плюс-минус, конечно, да. Окей, солидарен. Но, как говорится, от того, что я так хочу, это, например, не означает, что, соответственно, женщины не дискриминированы по зарплатам, допустим. Ну, я такой пример приведу. Тут есть свои тонкости в этом споре, да, но я просто приведу пример на основании того, что феминисткам в среднем понятно. То есть я привел аналогию, я показал, почему ее суждение по аналогии неверно. Я привел такое же утверждение по аналогии, соответственно. И вот, как видите, если я все же за это, это не значит, что нету никакой здесь дискриминации. Это не значит, что, ну, как бы все вообще заебись. Я считаю, что мужчин туда насильно загоняют. Я считаю, что в армию не то, что насильно нельзя призывать, что это должна быть точно такая же оплачиваемая работа, как все остальные. И что любое принуждение, это еще отвратительно, бесплатно. В общем, да. Я не то, чтобы так считаю. Я считаю, что армии, в принципе, быть не должно ни в одной стране в мире. Потому что сама концепция войны и профессии, которая... Блядь! Блядь, ладно, окей, окей, армии быть не должно. Хорошо. Вообще не должно быть армии. Не просто, не просто как бы вот общего вот этого военного обязательства быть не должно. Вообще армии быть не должно. Охуенно. Давайте все вместе, всем миром возьмемся за руки и договоримся. Все, у нас больше не будет армии. Давайте отменять армию, блядь. Ну, давайте, будет прикольно, если мы все такие договоримся, вместе за руки возьмемся и будем крутить хороводы такие. О, у него нет армии. А вдруг у кого-то появляется армия, он разъебывает весь мир. Заключается в убийстве людей. Для меня это абсурд вообще полнейший. Но это если мы, конечно, говорим о каком-то идеальном мире, в котором все люди живут, значит, хорошо, классно, свободно и равно. Но, по крайней мере, на данный момент я не считаю, что... Похоже пока на коммунизм. Ну, когда коммунизм придет способом кровавой, мощной, жесткой революции, тогда все будут равны в мире, соответственно. Все в мире будут равны, и всем будет хорошо, соответственно, да, и у всех будет одинаковое количество, вот... Одинаковое количество, соответственно, ресурсов и благ у всех будет в прекрасном коммунистическом мире, напоминаю. И тогда, вот тогда, вот тогда, после жесткой кровавой революции, когда всех блядских капиталистов посадят на ебаный сука кол, на ебаный сука кол, блядь, вот, просто вот насадят, да, их тела и будут вот так, как флагами капиталистами, буржуями вот так вот размахивать. Вот после этого, после этого, после этого, вот после этого, тогда мы придем к состоянию равенства, покоя, счастья, блядь, я надеюсь, мы туда нахуй вообще не придем, и никакой подобной революции не будет, честно говоря, ну да ладно. Это вообще адекватно, что у мужчин есть обязательный призыв, но, как бы, я женщина, у меня нет реально власти, и меня никто про это не спрашивал, но зато выбирая, что... Игорь, слушай, если у тебя будет власть, и ты будешь за отмену вообще армии в принципе, но это пиздец будет. У меня сегодня на ужин будет гречка или макарон, я могу вообще ни с кем не советоваться, прикиньте, какая власть безграничная. Нож в спину получил такой, что-то прям сделала, вот она ему такую, такой, придала его так, как он прям вообще не ожидал, особо извращенным способом. Некоторые всю жизнь эти ножи терпят, ходят, вот они как уже ежики такие, знаете, как дикобразы, у них вся спина уже в ножах. А потом, по статистике, 55 лет от проблем с сердцем, вдруг он почему-то погибает, непонятно почему, интересно. Так я и говорю, трупы буржуев вот насажены на коло, вот так вот коммунисты ими на флагах махают их трупами. В реальности ситуация немного схожа. Что бы там ни писали в бумерских анекдотах, где, значит, женщины доводят своих мужей, в реальности мужей доводят не женщины, а культ токсичной маскулинности, который говорит каждый день. Да вообще просто культ токсичной маскулинности, прям охуеть, все мужики прям, знаешь, ходят и ходят, и ходят, и ходят, и никак, собственно, не могут просто взять и, соответственно, вот от армии отделаться. И поэтому большинство мужчин пытаются, как бы, косить от армии, если получается. Именно, видимо, поэтому. Именно поэтому крайне распространены всякие юридические, околоюридические способы откоса от армии, и медицинские, и разные, и за все это можно там платить, не платить, и многие мужчины к этому стремятся. Именно потому, что все мужчины, видимо, так сильно хотят, блядь, служить, потому что я же мужик, че, блядь, не служил, блядь, не мужик, нахуй, блядь. и мужчинам какими они вообще должны быть что они должны быть мало того что накачанными там и так далее здесь вообще мы сейчас про это не говорим и тем более что стандарты красоты в большей степени как раз на женщин влияют в общем у мужчин есть определенные стандарты которые связаны скорее всего заработка что ты должен много стандарты красоты ты можешь на них просто забить и быть такой хочешь вообще похуй стандарты красоты влияют на женщин потому что для женщин это способ извлечь огромное количество разной выгоды из мужчин вот зарабатывать у тебя должна быть непременно какая-то мужицкая работа должен обеспечивать добывать если ты лишился работы тут вообще не размазняя не мужик и так далее этот вот стресс от несоответствия тому чему невозможно вообще соответствовать заставляет мужчин пить да и как бы приводит к самоубийством в том числе или по крайней мере у кора так вот что приводит самоубийством вот вот что приводит самоубийством понимаете ребят вот так вот вот интересно феминистки как они относятся к тому как они относятся к тому что может быть они не понимают мужской опыт может они понимают как она все устроена Может быть, это и в кавычках не из-за мужской вот этой маскулинности ебанутой Вот Напоминаю, привилегированный класс Значит, поножовщину устрой, всё нормально будет у тебя Буквально каждый день так делаем И всё такое Причём здесь женщины, я вообще не знаю И я повторяю свой вопрос Где здесь вина женщин? А причём здесь твой вопрос, если обсуждается наличие или отсутствие матриархата в России? И самое главное, где здесь выгода для женщин? Ведь если у нас патриархат, то всё общество должно работать на нас И угнетение должно работать на нас То есть от угнетения у нас должен быть какой-то плюсик Где плюсик в том, что мужчины и мужчины умирают? Вместе Ну, плюсик в том, что не вы умираете Плюсик в том, что мужчины защищают буквально вас Соответственно, на этих войнах Соответственно, воюют с другими мужчинами из других стран Вот, и вот вам плюсик, а вы не умираете Выводов я бы хотела привести свои собственные аргументы В пользу того, почему в России всё-таки, естественно, патриархат, а не матриархат Давай И говорить об этом можно было бы существенно бесконечно Поэтому я останусь только в рамках тех тем, которые мы с вами обсуждали сегодня Во-первых, у нас, блин, декриминализовано домашнее насилие Пиздец, ужас Декриминализовано Так вот Пиздец, у нас декриминализовано домашнее насилие То есть у нас нету вот этого ебанутого закона о домашнем насилии Который, по сути, дискриминирует мужчин Охуенно Поэтому у нас не матриархат, ребят Запомнили Или Как вообще можно с учётом этого аргумента считать, что в России патриархат, а не матриархат? Матриархат, а не патриархат, оговорилась, да? По Фрейду Пиздец Просто пиздец Просто пиздец, да Охуеть То есть у нас нету одного из многих законов, который так или иначе дискриминирует мужчин Как можно говорить, что у нас матриархат, а не патриархат? То есть у нас уже есть закон, который в принципе запрещает насилие, да? У нас есть законы, которые запрещают насилие Но нужен специальный закон, который как раз хуярит по мужчинам Потому что мужчины чаще всего, видимо, совершают это домашнее насилие И этот закон должен быть жёстче, чем тот закон, который вообще против насилия направлен Понимаете, да? То есть вы можете рандомному человеку ебальник на улице вскрыть, так скажем Без особых каких-то проблем Ну заплатите, допустим, ну тысячи три, четыре, пять, сколько-то там рублей заплатите Штраф, да? Ну вскрыли ебальник человеку просто Ну бывает Как говорится А вот если домашнее насилие Ну всё, женщину надо защищать очень сильно Вот если ты вскроешь женщине ебальник точно так же, как мужику на улице Здесь должно быть наказание Похуже Напоминаю Это нихуя не ранит, так скажем, не дискриминирует мужчин Вот Вот именно поэтому, именно поэтому, да Видимо, вот так вот оно вот и есть Понимаете? А давайте вообще просто посмотрим тот список преступлений, которые чаще совершают мужчины Давайте посмотрим на тот список преступлений, которые чаще совершают мужчины А потом, соответственно, возьмем и всеми максимальными способами повысим мужчинам градус наказаний везде там. Это не будет никакой дискриминации, понимаете? Понимаете? Это не будет никакой дискриминации. У меня вопрос, кстати, а что будет, если мы возьмем какие-то чисто женские преступления, ну, те преступления, которые чаще совершают женщины? Скорее всего, такие есть. Ну, например, мне кажется, что чаще всего женщины нарушают, как это называется-то, конфиденциальность личных отношений, то есть у женщин принято социально распространять переписки между другими женщинами, чтобы они там друг другу доказывали, кто там кому и где изменяет и так далее, и так далее, и так далее. И это, кстати, в нашей стране незаконно, напоминаю. Мне кажется, такой хуйней чаще всего страдают именно женщины. То есть они раскрывают личную информацию другого человека, в данном случае мужчины, другим женщинам, соответственно. Да, это преступления, которые совершают, скорее всего, чаще женщины. Что будет, если мы внезапно повысим сроки за эти преступления, ну, в 3-4 раза, в 5 раз, допустим, повысим? Это будет дискриминацией женщин, если они чаще совершают это преступление? Ну, похоже на то, на самом деле. Хотя преступление не такое уж и серьезное, наверное, но не прям что смертоносное, да? Но, блядь, слушайте, вот эта вот просто хуйня с распространением женщинами разной информации личной о других мужчинах или о других женщинах, это очень распространенная тема. По сути, все женщины, которых я знаю, почти все, за редким исключением, преступницы, блядь. Они должны сидеть в тюрьме, понимаете? Но они не сидят по нашим законам. Матери Архаджи подразумевает, что вся власть, и общественная, и политическая, она находится на маникюренных ручках женщин. Неужели бы, если бы это было так, женщины бы сами приняли закон, разрешающий мужчинам бить себя и платить за это 5000 рублей? Какой-то закон разрешает бить себя и платить 5000 рублей. А где такой закон есть? Где такой закон есть? Есть наказание, видимо, за просто, ну вот, применение насилия. Нихуя себе. Нихуя себе, вау. И человек, которого побили на улице, и женщина, которую побили дома, они здесь находятся в равной степени. Ну, на равном уровне. Почему бы и нет? Вот. Бля, Илья, наказуемо, законы. Читайте законы. Это что за женское БДСМ государство вообще? Точнее, это даже не БДСМ государство, потому что БДСМ предполагает, что там все по согласию, если это нормально организованное мероприятие. А здесь это даже, я вообще не знаю, что это за женское абьюз государства. И более того, давайте как-то выше посмотрим немножко на картинку. У нас не просто декриминализованное домашнее насилие, но у нас оно в принципе есть. То есть женщин, мужчины, женщин бьют при этом. И не только бьют, насилуют, убивают там и так далее, домогаются. При этом женщины являются привилегированной группой. И все общество работает на наше благо. Это как? Во-вторых, хотя я решительно не знаю, что может быть убедительнее первого пункта. В России средняя разница в зарплате между мужской зарплатой и женской составляет 24%. И разумеется, это не в пользу женщин далеко. Разве такое при патриархате, при матриархате, прошу прощения, было бы возможно? Да. Да. Да, возможно. Если у женщины слишком много прав, в принципе капиталисты могут, ну собственно, не желать связываться с человеком, у которого слишком дохуя прав. Но вам лучше иметь на работе бесправного человека. То есть человека, который не может съебаться в декрет, человека, который не может сделать то, человек, который не может что-то у вас отсудить, понятное дело, да? Чем больше у вас прецедентов, в котором вы круче, вы привилегированней, тем меньше желаний у работодателя вас брать. И это, блядь, опять же, это незаконно урегулировано. Это урегулировано именно социальными практиками некоторыми. И поэтому, ну, если уж и брать женщину, то платить ей поменьше, например. Неплохо, да, чтобы сэкономить хоть как-то. Потому что женщина может съебаться в декрет, и это будет крайне некомфортно для работодателя. Когда у женщин, опять же, я повторюсь, да, находится вся власть и общественная, и политическая в руках, и все общество крутится вокруг нас и работает на наши привилегии. Вот разве такое было бы возможно? Ну и в-третьих, вся работа по дому лежит на женщине, и никакая это не привилегия, а это обязанность бесплатно всех вокруг вообще обслуживать. Я на этом пункте сильно акцентировать внимание не буду, потому что мы с вами его уже подробно разобрали раньше, но тем не менее, я считаю, что это достаточно такой наглядный и иллюстративный пример. На сегодня у меня для вас все, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, поддержите меня лайком, комментарием и донатом, если это так. Я рада разбирать для вас такие темы, какие-то животрепещущие, потому что они всегда собирают много отклика, и мне это приятно. Мне очень приятно участвовать с вами в дискуссиях, поэтому, когда я говорю, что мне важно ваше мнение, это не блогерская уловка, а это правда. Да, спасибо вам огромное за просмотр, увидимся с вами на следующей неделе. Peace. Если мы поймем, достаточно проху... Чего? Достаточно простую? Потому что, если мы поймем, достаточно проху... Да чё? Вообще, что мне хочется проху понять? Капец я президентка, да? Вообще сижу тут... Не дай бог. Котлами сияю. Ладно, хорошо, про государство наше отвратительно можно говорить совершенно бесконечно, но у нас здесь... Так, дуралей, это надо еще посчитать и статистику выкинуть, соответственно. Если вы сможете скинуть нормальную статистику на этот счет, то это будет хорошим аргументом. Просто опять же... Ну, и опять же, да, статистику надо постоянно ее анализировать, думать, а что она вообще означает, и что из нее следует, и что из нее не следует. Ну, из опыта хуёвый. Хуёвый аргумент из опыта. Аргументы из опыта, ну, их человек с другим опытом принять не сможет, очевидно. Ну, и поэтому это хуёвый аргумент, это аргумент лично для вас. То есть я могу для себя тоже сказать, что мне, наверное, тоже так же кажется, но не более того, да? То есть мы с вами такие согласные, у нас похожие опыты, мы такие, ну, можем как в мемах, знаете, поцеловаться вместе только разве что, но при этом никого не переубедить. Вот. Если мы хотим что-то посильнее здесь делать, нам нужно собрать статистику именно вот по этому вопросу. В чем хорошо собрать, так основательно. Чтобы это уже наши оппоненты, которые говорят, не-не-не-не, это все не так, там, ко-ко-ко-ко-ко, да, чтобы это они хуй сосали в конечном итоге, аниме.